Никоглай разозлил на этот раз украинцев и тоже роликом в военной форме. Алексей Столяров приехал на Донбасс, а Хесус может закалабить с мистером Бистом. Привет, с вами Ютубер и это новости из мира блогеров и интернета. Кажется, жизнь совсем ничему не научила Никоглая. Всего три месяца назад стримера выгнали из России после пародии на русского солдата. Мы эту тему подробно освещали в своих роликах, сейчас они выпадут в подсказке в углу экрана. Но если кратко, Коля записал тикток, где пародировал солдата, отбивающегося от гранат в окопе. Сам он заявил, что так хотел прославить его подвиг, но зрители решили, что это был Степ. Ну а после его заметила Екатерина Мизулина и Никоглай по странному стечению обстоятельств уехал в спецприемник из-за отсутствия российского паспорта. Ну а дальше вы знаете. Чемодан, вокзал, нахуй! В Молдову. После этого Коля разочаровался в России, сжег паспорт друга и начал поддерживать ВСУ. Я буду до конца жизни врагом российского режима. Я отправлю около 100 тысяч долларов на ЗСУ. Я куплю на 100 тысяч долларов дронов. План говно! Но? Гойда! На самом деле образ мученика режима Коля давался хорошо. Он торжественно передал военным обещанные дроны, затусил с Ивангаем, дал интервью о своей мести Дмитрию Гордону. И еще долго постил в соцсетях провокационный контент. Но Никоглай был бы не Никоглаем, если бы снова не облажался. Блядь, я не могу с тебя, я не могу, блядь, ты идиот, понимаешь? На днях Коля выпустил короткое видео, где он в форме украинского военного танцует что-то наподобие лесгинки. Блядь, блядь, опять! Да, снова на те же грабли. Странный по посылу ролик с военным и снова зрители недовольны. В некоторых пабликах тут же появились призывы найти и наказать Никоглая за такое неуважение. В ответ на это блогер написал, что уже месяц как вернулся в Молдову и вообще авторы постов не в ту сторону воюют. Где-то я это уже видел. Так может это Коле надо научиться поточнее доносить свои мысли до аудитории или вообще не касаться спорных тем, раз уж его снова поняли неправильно? Что думаете? Оставляйте свое мнение в комментариях. Блогера Алексея Столярова заметили на Донбассе. Напомним, что месяцем раньше он попал в крупный медийный скандал из-за лайка под антивоенным постом Дудя. Кроме прочего, Алексей является зятем министра обороны РФ Сергея Шойгу. Так что такие высказывания ему, мягко говоря, не по статусу. К тому же в сети появилась и переписка, где Столяров продолжает оскорблять сочувствующих СВО. Она, к слову, оказалась фейком, но несмотря на это и личные заверения самого Алексея, что никого он не оскорблял, имидж восстанавливать все-таки пришлось. Сделали это уже по проверенной схеме. Отправили блогера на Донбасс. Накануне в сети появились кадры того, как Алексей Столяров приехал в пострадавший регион с гуманитарной помощью. Поступок, безусловно, достойный, но тайминг заставляет задаваться вопросом, почему именно сейчас? Да и свежие заголовки СМИ подливают масла в огонь. Если месяц назад все вокруг ругали Столярова, то теперь начинают хвалить. Одни пишут, что блогер исправился, а другие и вовсе заявляют, что недавний скандал был провокацией. Бывает. Неожиданное предложение о коллаборации прилетело Хесосу. Я не знаю, могу ли я об этом говорить, конечно, пока, но я так, типа, вкинул, да, кое-что. На одной из недавних трансляций Алексей рассказал, что с ним связались люди Мистера Биста и предложили снять совместный контент. Я пока не знаю, что там именно они предлагают. Они написали, сказали, ну, если вам интересно, давайте там, вы нам ответьте. Дело в том, что Джимми, так на самом деле зовут Мистера Биста, давно планировал расширить сотрудничество с блогерами из разных стран. И в этой ситуации Хесос приходится как нельзя кстати. Он является российским стримером, да еще и находится буквально в шаговой доступности. Если забыли, в прошлом году Алексей переехал в США. Насколько времени улетел? Навсегда, блядь. Как тебе такое? Ну, нахуй я в Америку, блядь. Ну, типа, самая банальная промытая хуйня, которая может быть, это в Америку. Так что снять с ним коллаб будет куда проще, как по части логистики, так и по затратам. Как думаете, удастся ли Хесосу посотрудничать с Мистером Бистом? И если так, какой контент они вместе снимут? Оставляйте свое мнение в комментариях. А на сегодня это были все новости. По традиции, будем рады лайку. Он поможет нам продвинуться в рекомендации. И ролик увидит больше людей. С вами был проект Ютубер. До встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok